тридцать седьмой день без пропуска видео здорово ребят я думаю вы многие видели уже драгон на это в оффлейне от меня если нет то ссылочка будет в описании и сборочка вот на этого дк будет в описании на дк в оффлейне сборочки я не сделал и не буду делать потому что скоро понерфит вот эта сборочка типа но есть сборочка специально для мид дека специально вот прям вот только для мид такой сборка играть на оффлейн дк невозможно то есть ты просто будешь медленный жадный покажу вам крутую сборку и объясню когда ее брать и зачем у тебя завалялся ненужный аккаунт дота 2 или ты просто хочешь подзаработать своим скиллом в доте тебе на и не level только здесь ты можешь оставить заявку на продажу аккаунта и получить быструю выплату на банковскую карту или любой электронный кошелек крайне удобно интерфейс контроль заявки в личном кабинете и самое главное если у тебя аккаунт с высоким рейтингом то ты получишь за продажу честную половину от его стоимости сервис проверен с 2014 года тысячи десятки тысяч сотни тысяч геймеров уже продали свой аккаунт и получили оплату огромное количество отзывов в группе вк лично я рекомендую ребят из any level ссылка на их сервис как всегда в описании значит давайте начнем с того когда же брать такого дк в чем его смысл в чем смысл медового дк который много фармен есть несколько несколько игр в которых вы можете взять кодек а первое у врага только физ дпс смотрите сколько у них маг дэмэджа ну типа немножко виверна немножко арк но в принципе только физ второй тип игры когда у врага милишный корр который наносит только физ дпс которые но типа мощный физ дпс тролль террор блейд свин в идеале милишный то есть свин тролли тут два персонажа которые обожают бить в мили форме надо помочь отбивать его я прокачал бы стану если потребовалось бы вот в данной игре это и то и другое это и тролль и физ дпс и в принципе игра для дк прекрасная поэтому при этом просмотра наслаждайтесь интереснейшей игрой я думаю будет весело и покажу сборочку которая видел всего дважды на про сцене за все время просто на видел всего дважды в чем она заключается фнг на одном из стримов показывал что армор country цвена там спрашивали как не спрашивали а как country цвена фнг вот а как country цвена подобию немножко крипами он дальник ему сложно будет танчить крипов солнеч под башню немножко крипа отправил это минус для него вот как антрит свена и он показал что если брать дк то свин так-то особо то его не косы и все-таки блин реально так можно было можно было до кашка свена законтрить и причем не только свена а большую часть перри героев милишников которые вносит огромный демч вкратце как это делается любой милиш не core боится замедлений урса просто ненавидит замедления курса ненавидит замедление курса ненавидит когда против него играет Скади. Урса... Так, на Аркварду не висело, чувак. В общем, Свен то же самое. Ненавидит против себя Веника, ненавидит против себя Скади. Так, вот сюда. Дальника не добью. У меня в одного. Нормально, Ботла едет. Вот. И вы, беря вот этого героя на оффлайн, очень сильно мешаете жить кору врага. Так, представьте себе еще персонажа, у которого просто так встроено 16 армора. 16 армора. Не каких-то там 15 может быть, да там 16 армора. Это пиздецки много. Почти любой корт персонаж, имеющий за бесплатно 16 армора, может покупать керри дэмэдж айтемы. Он может не тратить время на бесполезные там всякие, даже, например, лотусы, керасы. Да зачем мне это? Я просто куплю дэмэдж и буду бить тебе ебало. Вот. Это моя профессия. Бить ебало. Я бодигуард. Кстати, пойдет за руной, пропустит дальника. Все, от дальника в адзоне или прекрасно получилось. В принципе, мой лайн пока что меня полностью устраивает. То есть, я стою на фрифарме и на мид ДК вы пытаетесь купить ботл, вы пытаетесь купить сауринг. То есть, такие слады, которые дадут вам ману. Потому что вы снова будете фармить на старте за счет маны. Не за счет тычек, а за счет маны. У меня предлагало немножко. Либо показалось. Так вот, вы на лине покупаете себе сауринг плюс ботл. И за счет рыготы, которую вы будете максить на лине, вы фармите. Понятно, если против вас герой, который, ну, задалбывает тычками, против него можно и замаксить третий скилл. Но я все-таки предпочитаю рыготу максить. Потому что рыгота для фарма лучше. Стан мы на таком ДК не любим брать. Мы любим брать пассивку, чтобы как можно больше фармить. То есть, мы все хп тратим на фарм, так как мы имеем сауринг. Вот. Ну, то же самое можно сказать про ману. Мы тратим ману. Бля, хочу задуть. Харастило. Вот. И мы как можно больше рыготы зафармливаем от спотов. То есть, нон-стоп просто. Бегаешь от спота к споту, рыготы и фармишь. Фармишь, фармишь, фармишь. Суть билда в том, что ты покупаешь фармящие айтемы. Ты не пытаешься через фастблинг играть, как все вот эти ДК привыкли. Ты, вот видишь, да, ну, тупо физ ДПС бил. Ты понимаешь, что в лейте с талантом 25-м тебя не перебить. И в такой игре можно купить медас. То есть, я сейчас покажу. Мы сразу же покупаем там условную. Сапог нам пригодится, чтобы быстрее спот-кспоту бегать. Потом покупаем сразу же медас. Вот, ну, типа, зачем нам покупать какие-то там блинки и ПТшки? Мы просто рашим медас. Вот рыготы, харасим врага, он не дабьет крипа, кстати. Не успеешь. Надо линию быстрее пушить. И уходить за рунной. Благо, нам это очень удобно делает. У меня еще на ДК форма. Отлично. Все, едет. Ой, ТПшку случайно купил место сапога. Сапог ведем себе. Ну и дальше медас. Крипов за собой саг, и мы поведем их на легкий спот. Пусть парень под башней на арке добивает. Блядь, да дальник, ну что ты такой больной вечно? Все, пусть он под башней добивает, а мы и то, и другое будем фармить. Так вот, подводим. И фармим и то, и другое. Благо, у нас герой для этого прекрасен. Главное просто, как можно больше фармить, ребят. Потому что многие на ДК играют плеймейкером. Я же потестил и могу с уверенностью сказать, что ДК плеймейкер эффективен только с харды. С миды ДК плеймейкер не обязателен. С миды мы хотим много качаться. Во, с формой, кстати, подпушать можно. Добьем немножко его. Башню подобьем немножко. Благо, ДК, это круто делает. Да, подбиваем башню. Надо, как минимум, ТП зафорсить. Хотя он шестой может взять. Да, он взял шестой. Опасно сейчас против него будет драться. Пацану, работай по нему падать постоянно. По нему не попал. Не страшно. У меня много хила. Хоть там много магического дэммажа, у меня хила много. Он меня сейчас нафидит еще иллюзию. Я под кипами еще стою. Он сдохнет, кстати. Плюс у него сапога не было. У меня есть. Да, он сдох. О, у меня это такое... Ты чего? Смотри, ребята какие-то наглые вообще. Отпичку еще по башне сделали. В итоге почти фулл башню снесем. Какие-то они вообще странные. Может, руна? Может, с руной повезет? Потому что, скорее всего, тут Скорфт в топе. Да, с руной повезло еще. Блин, пока что все перфект. Замакшу уже пассивку, чтобы я не гангал и чел пробить не мог. В итоге с быстрым медасом мы рашим на таком ДК Трэвелла. То есть мы будем фармить. Мы будем играть через Трэвелла. Так вот. Почти убил. Мы там поближе подойдем. С кельпами нам все равно. А мы еще на хосте убежим. Как же у них, наверное, горит. А я сейчас у них еще и баунти заберу их. Он за мной что-то бежит, злится, а я на хосте. А я еще и баунти их забрал. Полностью. И станы реализовал. Блин, пока что перфект, да. Пока что все прекрасно. Очень удобно. Я еще раньше тестил Радик на такого ДК, но мне не понравилось. Мне показалось, что Радик слишком медленно. То есть пока ты фармишь Радик, твою команду уже ебут. А вот медас нормально. Так, просто объясню парню, что не место ему тут у меня так бычить. Похер на эту херню. Похер на эту херню. О, великий русский язык. Все, продолжаем подпушивать. У нас формы, у нас пассивка в тройку. Понятно, они там ТП будут нажимать, Арквары будут ТАЦДФать, но мы не боимся иногда так лицом подтанчить. Потому что я уже объяснял, мы ДК, у нас цель. У нас цель быть танком. У меня была изначально мысль против их пика Баддона взять. Он тоже хорош, медовый Абаддон. Но подумал, что ДК куда интереснее будет смотреть. То есть ДК всем понятен. Он очевидный, он рано пушит башни. У него очень много плюсов. Он быстро фармит, он просто крутой. А вот Абаддон, он такой, знаете, не всем понятен будет. О, Тускар, здорово. Без сапога, кстати. Ладно. Мидас идет. Очень хороший тайминг Мидаса, кстати. Да, все отлично. Пробуем руну чекнуть. Может быть повезет? Да, команду, кстати, размутим. Так, руна либо в боте, либо я забрал Тускар. Одну из двух. Вот, у нас едет очень ранний Мидас. После Мидаса мы рашим травела. Тут сборки ее нет, но в принципе это сути не меняет. Рашим травела, и с травелами начинаем все больше фарминг. После травелов мы покупаем Скаде. Сразу же. То есть билд реально наркоманский до жути. Так, сначала руну нажмем, а потом так. Билд до жути наркоманский. Потому что, ну реально, мало кто играет таким билдом. Я видел всего на продоте. Один раз Мидас на ДК, и один раз, ну я сказал, два раза, это один раз Мидас на ДК, один раз Скаде. Почему Скаде? В комбинации с Драконом Аганимным и в комбинации с Драконом Ледяным Скаде слишком сильный. Он настолько сильно замедляет, там МС будет в районе 300, даже меньше. Представь себе, что ты кор, который хочешь жить, имеешь МС 300. Что ты с этим МСом будешь делать? Подпармили немножко, потом руну нажму. Да, надо сразу же бежать в топ. Еще и катнуть. Отлично. Я иду в топ. Угнали? Фернадо дашь? Цель той. У меня есть еще бласты. Подпушим, подпушим, в любом случае. Башню. Да, мне хоть арк подпушивает, но Глиф нажмем, он по дефы. У меня под руной руду нажалось. Ну и башню подбиваем, при этом. Ману нет, кстати. Есть уже. Есть, пана. Ну, маны нет. Есть. Продлим. Пассивку-четверку, думаю, она может пригодиться. На меня катится. Ладно. Блин, что не умер, кстати. А в смысле, бля? Да, бывает. Ну, я все это под руной нажал, поэтому у меня сейчас есть ульта. Почти есть. И очень круто все. У меня прям очень все хорошо. Оттолкаем пачку. Дальнику не добиваем, донайт его. Он не хочет донайт? Вот. Как хочешь. Вот. Нажму форму пофармить просто. Это нормальная тема. Не хочу идти на башню. Он без ульта. Нет ощущения, что моя башня как-то может в какой-то модельке такая играть в шокс. Да нет, нормально. Вроде ничего особенного. Пока на команде. Себе возьму штуку на уменьшенную моно... Как ее называть? Монокост? Да. На дешевый монокост. Отлично. Поблстак сделали. Это зафармим. Вот видите, у нас маны все время кое-как хватает. И мы берем талант на демэдж, понятно, даже если там у врагов ТБ. Мы берем на демэдж, чтобы фармить, потому что мы будем играть билдом на фарм. Максимально выкачиваемся. Травела появились. Теперь нам не придется старать ТПшки. Мы отпушиваем все лайны. Как на бабки. Вот ТП тупо, чтобы отпушивать все лайны, которые никто, кроме вас, отпушивать не захочет. Фармили этот спот? Нет, не фармили. Ничего страшного. Потом в будущем Кэрри поиграет. Все, дальше с Кадди делаем. Хотя в этой игре в теории можно даже вместо СКАДи купить что-то типа Аганима Быстрого. Он тут тоже хорош. Давайте сначала с Аганима начнем. Не с Кадди, а с Аганима. Да, сначала с Аганима начнем. Стакнем лес, там посмотрим. Ну, это экзорд Вейнвокер четверка. В принципе, от него большего ожидать и не стоит. Так, надо следующую ульту нажать только, когда будет 12-й. Поэтому сейчас бежим в мид, получи 12-й. Это как раз, примерно 30 секунд, потому что мы миди-пачку заберем. У нас Мидас будет нажат. Я сейчас мог бы без крипов очень сильно пробить арк. Арк прекрасно против ДК работает, когда в чистом поле. Сейчас тройлайм пойдем пушить где угодно. Кстати, да, привыкли, да, что всегда ПТ на ДК. Все такие, блин, ну, прикольно, наверное, когда с ДК ты такой жирный. А мне даже жир не потребуется. То есть я буду просто все время в любом мете. Надо куда пойти попушить. Ролей я не хочу. Так, нажмем. Дверен. Башня. Я называю правильно Вышнюю еще. Вышнюю подбиваем, с травлами это легко делать. Еще не плюп, но это как, блядь, этот робот играет. Робот? Кто? Робот. Почему? Ребят, у нас стоп падал. Надо, блядь, дофану. Почему? Почему роботы? Почему? Почему роботы? Почему, почему? Пачок под... Излишне, к слову, пашки. Угу. Все. Ну, о чем мне лишнего говорить? Сейчас, подбиваем башню аккуратно. Пичку отверо не получаем. Блин, есть? Блин, нет. Чуть назад. Ульта кончается. Все, отлично. Прекрасно. Видите, да, каждую ульту мы... Посмотрите, сколько реализовали. Три героя все 0 и пол башни снесли. Прекрасно. И казалось бы, мы все делаем с Мидасом. То есть мы продолжаем фармить. Дальше Аганимчик. И выходим только в лейт. Берем все таланты на лейт, чтобы в лейте быть более эффективными. Потому что в лейте мы даже арков сможем перебить. Так, прекрасная руна. Готовим ее на драку. Если драка будет, я на хосте помогу. С травлами. У меня ульта готова. Да, дамаджа, конечно, не супер много. Только с ультой есть дамаджи. Ну, это похуй, в общем. Поделимся. Надо опять бот толкать. Сейчас, у ДК-скому форму. Именно так. Тролль что? Ну, бф-шку делать зря. Он не сможет много делать своей бф-шкой. У меня все гонимчик уже. Гонимчик от магии очень сильно спасает. То, может быть, сделать кирасу, чтобы спастись от физ. ДПС, а потом только скади. Скади, можно не торопиться. Обязательно скади под 18 левел. Да, бронеболочите меня. Что-то смешно. Это Бенни Хилл, блядь. Что, пробили ДК, парни? Пробили ДК, мужики? Блядь, спасибо, спасибо. Пробили ДК, а? О, тролль. Ловите, суку. ДК, 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 давай. Он 0-2 тратил? Молотка, да. Блядь. Погиб. Ну, ладно, мы убьем зеркалку. Все, нормально. Отлично. Части агонимчик. Очень ранний агоним. Это все благодаря Амидасу. Потому что ДК, в принципе, фармит плохо. А Амидас весь этот проблемный фарм. Ну, вот, будем доносить. Нет, все. Ты какой-то торопишься? Нет, просто торопится, можешь сказать. Записев, ну, пойдем, выиграем, пожалуйста. Все, вопросов нет. Так, сейчас доделаем себе агоним. Агоним увеличивает ваш уровень ульты на 1, то есть у вас сразу же будет ледяной дракон на 14 млн. А это пиздетский сильно. И после того, как у вас будет ледяной дракон, когда вы уже прокачаете 3-й, у вас будет черный дракон. С уменьшенным уроном от магии, то есть с повышенным сопротивлением к магии. Также у черного дракона у вас есть возможность летать через текстуры. И в комбинации с дэмэджем там замедление будет лютое вообще. Ну, короче, вы все увидите сами, ребят. Я все рассказываю, спойлерю тут. Все, когда интереснее будет, когда вы все увидите. Тут понятно здоровье. Мы керрием. Та-20. Подбиваем. Блин, ну их на карте не видно. Как их на карте не видно, нужно быть аккуратным. Так, чисто подбивать. Будь аккуратным. Да, вот. Они, скорее всего, не один тут, поэтому нужно быть аккуратным. А может, я один, я не ебу вообще что-нибудь делаю. Не ебу вообще что-нибудь делают, вроде говоря. Он уже больно делал. Какой ТП, блядь, команде. Оп, а я уже тут. Бля, не успел это идти, сори. Я правда пытался. Здесь не хватает. Очень много хила. Я ушел, я ушел. Мидас нажмем. Я пришел. У меня форма КД сейчас. Вот. Дальше, наверное, мне нужно укрепиться физухой. Там только физ ДПС. Давайте возьмем саут Керас. Команду укрепим под курсу. И после асаут Керас уже пойдем в скаде. Самый лучший, айтам, против тролля. Не, я, конечно, вообще красиво прилетел. Там Мидас тоже, блядь. Там Марк Берден так-то хороший, отфармленный, жирный. А пробивать его, чтобы он иллюзии не фармил. Была форма, я бы зафармил бы, но так сложно. Иллюзии... Извиняюсь, руны нету. Сейчас на базу сходим, порегенимся. Хотя можно, наверное... Не-не, на базу. Поэтому я хочу, это я хочу. Ну ладно. Мне это тоже очень вкусно. Лучше б я забрал бы. Так, чаю попьем. Тягуанинчик за ваше здоровье, ребят. Постоявший уже горчит. Ну охуенный. С этого не менее хороший. Я далеко набегу. Я к вам тоже подхожу сейчас. ТП нажму на крипов. Не бойтесь. Пробиваем. Может замедление? Это еще замедление без скадя. Нормально-мально, я зафармливаю просто. Ну либо не я. Я пытался отойти последние микросекунды. О, похуй. Минус курса. Как я не добил ее? О, поймаешь? Я бегу, бегу, бегу. Там замедление просто нереальное. Это еще даже не черный дракон. С черным бы еще сильнее было бы. Не, мы уже просто будем давить врагов. Пошел отсюда. Не дам тебе башню. Я потанчил бы дамач, даже от него и сподрался бы. Но он какой-то вообще психованный. Въебывается без причины. Нажмем, чтобы драконы были, а не фармят хорошо. Да. Одну иллюзию отправим сюда пофармить. Наверное, даже... Туда, сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все. А вот эту иллюзию отправим вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Все иллюзии разбежались. Мы уже должны фармить. Блин, билд прикольно. Сейчас через 30 секунд нового ульта будет, и там еще будет веселей. Я с керасы начну. Причем с керасы, начиная с плотмейла. В жир пойдем. 26 секунд ульты. 2700 хп. Там без меня дерутся. Чуть назад отойдем. Опасно. 7 секунд ульты у меня. На хг вот тут можно будет подраться. Идраст вам, не узнать. Все, я готов. У меня черный дракон. Дракон. Сука. Как же они заебат. Ну и черный дракон. Он, видите, насколько сильно замедляется. Вот, видите, это замедление, ребята? Просто пиздец. Просто не убежать. На ранней стаде. Вот, опять. Через сексуру пролетел. Вот, видите, замедление. А представьте, теперь еще скадета добавили. И ты давишь этим драконом. Важно стартовый фарм получить полностью. То есть, весь возможный стартовый фарм вы пытаетесь себе забрать. А потом с медасом уже у вас там спар все равно появится. Пожалуйста. Вот. Скоро кираса будет. У меня форма кончается. Все, отойдем. Еще, еще. Забери, забери. Пожалуйста, забери. Заберем. Заберем. Как француз. Парни, у меня форма нет. Я не особо сильный. Аккуратнее. Типа, без формы на декад лучше не драться. Без формы вы фармите. У вас есть медас, у вас есть хорошие отлички. У вас есть рогота. Вы роготы фармите. Давайте возмудальность атаки в облике дракона. Я все равно только в облике дракона играю. А твои шмоткины. Мне нравится. Спасибо. Сейчас можно будет командить через 15. Троль 15 с Яши, но ни хрена не сделает. У меня уже скоро будет кираса. Когда у него будет демэдж, у меня уже с Кади будет. Он просто не будет бегать, дорогой. Он и так и бегает, а там вообще не будет. Можешь в топ его пофорсить, чтобы он побегал от меня. Я в топе, сейчас буду троллить держать. Он без тпшки, он очень медленный будет под моей ультой. А ну, нужно туда на ноге бежать, к нему. Уже хуйня. Он обоссался. Так. Он пост я захватил. Да, Рошанна, можно. Наверное, уже даже вместо батла. Да, мне уже не так сильно ресурсы важны. Мне суринга хватает под ресурсы. Чеки раса едет. Чеки раса приедет, пойдем на Рошан. Тролль подойдешь? Ой, они тролляют. Тебе. Тебе, Эггис, важнее, чем меня. Меня не убьют. Домашеский раса приятный. Это дракон, конечно. Может помочь 1х все. Давайте попробуем. Не попробуешь, не узнаешь, работает или нет. Я решил попробовать, смогу я один против всех, скерас или нет, сори. Просто решил попробовать. Я только оттуда улетел. Да ничего, я попробовать решил. Сейчас, что я там убежал. Я просто решил попробовать, смогу ли я один против всех. Но меня все нажали, типа вот там, ульту тролль под этим, под станом, под минус армором. Телом, будь у меня плюс какой-то станчик в команде, наверное, я бы их трахнул сейчас. Но вы сами видели, что убить меня не так, что и просто. Особенно там замедление. А убежать от меня не просто-не просто. Это не просто-не просто. Это невозможно. Блин, мы верны, опять, по-моему, Годиславу играю через фолилокет. О, сейчас, я появлюсь, пойдем. Важно сдали бить. У нас нереальная дальность атаки. Себе вот это возьму для даманда. Интереснее смотрится. Насрать на хп. Я появлюсь, на хг пойдем. Да, это легко. Самое время попить угоненчика. Блядь, этот инвокер. Квас в экзортовый. Через четверку. Это на самом деле не очень круто. Через мидас какой-то. Помогите в топе, парни. Давайте в топе на хг зайдем. Я тп нажму на траволах. Не отдавайте его. Крипов бьет, чтобы тп хнуться не мог. Ебать ты умный. У меня кираса. Нас не пробивают. Не пробивают. Даже если он залетел бы, я по очереди секс-туру бы нашел. Ну подохни, блядь. Почему едет он, а не я? Тычку сначала сделаем, замедлим его. Все, тычка пошла. Я продлю станом. Ну все. Game over. Your guys finished. Да, мне с ней тоже нравится. Просто черное братство. Черным-черным городом. Черный-черный негр. Осуждаю, блядь. Ну, негров осуждаю, негров нет. Негров не за что осуждать. Не, они же виноваты. У меня форум окончается, чуть аккуратнее. На самом деле, не обязательно. Зачем? Ну, что-то тебе. У нас ТБ под метой, блядь. Но у него тоже мет окончается скоро. Все, давай, ТБ. Давайте подождем next мету и уверенно зайдем. Без рисков. Да, да, да. Согласно. Там скадия имбат уже. Блин, жаль, да скадия не дофармлю, чтобы вы точно видели, как это работает. Ну и так сойдет. Подеремся. И так сойдет. СМ чуть-чуть, на самом деле. У нас все под контролем. Каждый крипочек под контролем. Игра не может быть не в нашу пользу. Вот так, 20 фунт. Мета 80, да нет, еще долго. Ну, и для себя это, на самом деле, возьму. Мне это нравится. Я обожаю эту шматку. Нам что-то там разменивался тролляк, но полная хуйня. А, это все. 3200... 3300 хп. У меня 50 армора. 30 плюс 25, это... Ой, плюс 30 плюс 14... 29 плюс 14, 32, 46. Хорошо. Да, ну неприятно пушить, конечно, такое. Схожновато. Вау-да разделали, отошли. Вау-да разделали. А, ульт виверный, ребят, чуть аккуратней. Я уже... Мы в этой проходе лежим. К нему подойдем поближе? Тяжело арка пушить, это правда. Но от башни все равно идет дебаф. Когда мы даже к этому не попадаем. Блядь, блядь, блядь. Блядь, 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 блядь. Хотя бы одно тп, тогда я тебе отдохну. Да. Одно тп. Я зря с нами потратил, он тп вот просто. А сахани с нами... Да, да, я понимаю. Я что с отцептим? У нас блинка-то нету дк. Зачит, как предъява. Я вообще с калином. Ничего страшного. Похуй на этот барак. Есть мета, я своих там... Да-да-да, можем в третью сторону. Все, давайте. Идите, идите. У меня уже форум появляется. Поверьте с кого-нибудь, я... Похуй на него, собственно. Да вообще, похуй. ДК, ты можешь вон, а не с... Ну, необязательно, у нас крипы зашли. Главное это, не встать рядом с ТБ, ребят, а то грустно будет. Замедление мне нравится. ДКБ нажали. Ну, 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 чё... Меня все бьют. Поможет ли мне то, что у меня команда нажимает скиллы? Перед текстурки полетаем. О, у меня даже не смог тролль за всю уйту убить. Ё-моё, имба, конечно. Имба, конечно, клятие. Ну, опять же, они все меня фокусят, когда ТБ есть с фуловой. То есть, такую мощь не пробьёшь. Ещё Скадья прилетит. Блин, Джаня не показал, отбился Скадья. Но он работает только в лейте. И если бы игра дошла до лыта, она вот только сейчас дошла, то враги вообще ничего сделать не смогут. Там замедление просто пушечное. Минуту, если поддержим их, то в теории покажу. Но они не станут на это ждать. Ну, это и не важно. У него нужно убить. Отлично. И сатаник. Нет, сатаник МКБ делает. Вот, эта сборочка очень медленная. Крайне медленная. И работает вот только против тупо физ дпс. Увидели, что тролль в драке фул меня, attack, рассказ. Нажал, в любой другой игре... Оооо, падляночка. В любой другой игре меня бы выиграли с такой сборкой. Потому что тяпроса магию бьют. Когда у врага нет магии, играть полностью фарм это охуенно. Крайне редкая сборка. Крайне редко работает. Но если вдруг вы попали против пятерых физдопейсеров, берите ДК, покупайте меда с травела, какие-то несколько слотов из Кадя, пушьте башни, покупайте себе на все на укрепление и в лейте будьте с Кадей плюс Аганим. Имбища пушечная. Все, спасибо за просмотр. увидимся завтра в 19.00, свои предложения пишите в комментике, может быть еще что-нибудь интересное запишу да, Винник и Мипа хотел, хочу записать еще единственная проблема, что сейчас Мипа не пикнут, потому что у него бак есть ПТшка, и думаю видели многие этот бак но как только будет возможность записать Мипа, тоже его запишу, я его потренирую все, спасибо за просмотр, всем пока